Тебя связали кумачом и опустили на колени, сверкнул топор над балачом, а приговор тебя прочел, крамовый царь пилики, гений! Вы из Канады? Да, это знаменитый юкроблогер Сашко Черный, это верно? Трошки я таки. Я ваш подписчик. На жаль, вибачте, я погано розумею английского. Я ваш подписчик. И какой у меня сейчас действительно канал? Сашко Черный 5, насколько я помню. Так, согласен с вами. Очень крутые ваши ролики. На жаль, вибачте, им не дают развиваться. Да. А кто у вас конкуренты? Вам конкуренты не дают среди укроблогеров? Не дают развиваться или кто? Нет. У меня нет конкурентов среди украинских блогеров. Ага. Ну да, что-то у вас сносят каналы, непонятно почему. Я с вами общался, если вы помните, год назад или полтора. Два года назад познакомился. Вы там достойно продержались 11 минут культурно. Обычно для укроблогера это, в общем-то, достижение. Я пометаю вас. Это, в общем-то, достижение для укроблогера, я считаю. Ну, потом вы сорвались немножко. А 11 минут продержались – это нормально. На фоне иных, на фоне большинства иных. Тоже таки справок, разумеете, справа нервю. Ну, я понял. Может, у вас какие вопросы есть? У вас оппозиция меня зразумела, вы… А какая моя позиция, вы хоть помните? Так, в двух словах можете описать. Вы пророссийский, такая людина. Старая пророссийская людина, все размешано у вас. Не, ошибаетесь. Вы у меня, может, с кем-то путаете? Может, с Мишей из Канады путаете? Не, ну, с таким клиентом я вас не спутаю. Я тоже добрый пометаю вас. Особливо ваш голос. Чему же я сказал? Чему же я сказал, что вы из Канады? Хочу прошло уже два раза. Ну, у меня флажок, он канадский висит, может быть. Наверное, из вертовой. У вас стрим, нет? Или просто под запись ищите? Ну, я бы выдавились мои ролики, вы узнали. Я вообще никогда не провожу стримы. Ну, да, ну, вдруг начали. Я тоже провожу их, может, раз в три месяца. Все. Ну, очень редко. Не веду, потому что не вважаю себя настолько посвященным. Ну, я помню. Не, ну, есть люди, как-то имеют менее раскрученные каналы, чем было у вас. У вас там сколько вы достигали? Тысяча. Тысяча. Вот. Есть и люди, которые имеют меньше, но не важно. Я вам хочу поправить вас в шагу. Я, наоборот, абсолютно антирадянская людина, если вашим языком говорить. Вот. Вы же застали совок, нет? СССР. Застали? Застали. Вот. И вы были, наверное, пионером, успели побывать? Ой, был пионером. Кому самому не приняли? Ну, я понял. Это как раз были, судя по вашему возрасту, были пионером как раз во второй половине 80-х. Вот пока вы там кричали, ну, судя по того, что вы захимы на Украине завжды готовы на своих пионерских сходках, я в это время был диссидентом местного пошиба, местного масштаба. И возил в Харьков газету «Демократический союз». получал иногда лично от Новодворска, иногда от ее помощников. И там уже раздавал дистрибьюторы. Так что мы боролись еще при СССР против радянского режима, как вы говорите. А вы мне считаете за радянскую людину? Может я... Может я... Может я... Честно, вы запутали? Я... Ну, я понял. Я вас вот на будущее. Вы так, вроде как, представляете собой, вроде бы, относительно адекватного Украинского блогера, поэтому я думаю, что вы это учтете. Я представляю, так и само собой, ну... Ну, я понял. Нет, ну я... Я возразумью вашу точку взору. Ну, понятно. Может у меня есть антиукраинская позиция, но она и одновременно антисоветская. Ну, возможно. Потому что радянской людины во мне нет ни капли. Так вот, на будущее. Ну, никуда вы наденете радянскую частину. Я сам все-таки совок, я думаю. Ну, мы родились сам, я понимаю, да. И частина, она все равно залишается совка. Да. Я не могу сказать, это доброе или погадое. Ну, я понял. Потому что были такие, например, диссиденты, были люди высокой чести. А вы наблюдаете вот эти перепалки между вашими блогерями российскими по поводу того, что вот ваша игра, там, сучья война, это все, вот эти всякие ролики. Смотрите их, нет? У Сергея Ивановича? Ну, да. А трушницы Сергея Ивановича? Трошки, 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 добиваешься так. Понятно. Ну, так и... Тут и... Ну, то, что они это те... Слушай, Карпов. Сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русские это какой чей отвечает? Воронеж передали. В 1922 году. Воронежской области. А в 1922 году Ливска область где была? В Австро-Венгрии. Опа. Так это не было еще. Ну еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушниц, а на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или так его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Озовского моря. Хороших в соседней стране. 70 миллионов. Они нас ненавидят за это. За то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть консольный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаметами. От Хайкова до Гиева. 480 километров. А до границы с Россией 40. Вставай. Страна огромная. Вставай на смертный бой. С нашейской силой немною. С оранжевой чумой. НОВЕР. СОЛЬНЫЙ. Но ты мне улица родная. И мне погоду дорога.